Ну, что я хотела сказать, что лагерь «Марабу» создан, как и масса известных мне лучших в мире образовательных проектов, школ и так далее, очень заинтересованными родителями, которые вдруг поняли, что они не нашли идеальный лагерь, куда отправить своего ребенка. Я знаю много школ, которые таким образом создавались, и это всегда очень удачная история. Писатель Сережа Кузнецов и психолог Катя Казиева в какой-то момент поняли, что их сын хочет поехать в лагерь. Собственно, вот придумали сделать лагерь, в котором дети будут получать массу интересных знаний и знакомиться с людьми, которые очень-очень сильно увлечены тем, что они делают и чем они занимаются. Это все началось в 2014 году. Из того времени, как лагерь начался, было там всего несколько маленьких смен, в которых дети занимались математикой, потому что мы до сих пор считаем, что математика – это очень важная история для того, чтобы в принципе развивать логику и мышление. Теперь в 2023 году у нас фактически пять смен в Европе летом, две смены в Америке, смена во Франции осенью и весной. Больше 70 преподавателей в этом году, в принципе, нашим детям рассказывают то, чем они живут. Это очень важный момент, потому что мы не ищем учителей, мы ищем людей, которые увлечены совершенно фантастически тем, чем они занимаются и могут этим зарядить детей. Собственно, к нам приезжают дети из огромного количества стран, из пяти континентов, и это очень хороший такой задел на будущее, потому что они знакомятся. И мы вообще считаем, что выпускники наших лагерей, они изменят этот мир к лучшему, потому что у них сильная комьюнити. И известно, что они, подросшие выпускники, уже встречаются, минуя нас. Они как-то явно совершенно общаются активно между собой и умеют это делать, и получают от этого огромное удовольствие. Кроме того, что, собственно, дает Марабо, это понятно. Ну, во-первых, для многих детей в младшем лагере это первый опыт самостоятельности. Мы очень ценим родителей, у которых достаточно отваги дать детям эту возможность, эту самостоятельность обрести. Я сама, как мама, знаю, что это непросто. Поэтому у нас отличный вожатый психолог и медик, которые помогают нам с абсолютно стопроцентной безопасностью для этих детей обеспечить. Дети, собственно, узнают о том, чем можно в этом мире заниматься. От людей, которые действительно этими вещами занимаются. Да, какие-то новые таланты открывают в творчестве, учебе. Ну, и очень важно, конечно, это общение между собой. Потому что, да, когда они подрастут, у них будут друзья абсолютно по всему миру. Это фантастический такой багаж, который они получают от возможности быть в этом лагере. Кроме того, что я директор европейского лагеря, я программный директор для всего Марабо, кроме взрослых программ, кроме шатологии. То есть я программный директор на весенней, на осенней смене и даже на всех американских лагерях. Поэтому я знаю абсолютно про всех лекторов, которые приедут во все Марабушные лагеря в 23-м году и, надеюсь, позже тоже. У нас немножко разная программа для детей и для подростков. Дети с 10 до 14, у них есть обязательная пара математики. Мы сейчас, чуть попозже про это Юля расскажет. У них маленькие группы в этой математике. Мы делим их не по возрасту в эти группы, а по навыкам, для того, чтобы одним не было скучно, а другим не было тяжело. У них есть баланс искусства, науки, социальных наук, и они могут выбирать курсы, на которые они ходят. Более того, мы серьезно подходим к этому выбору, потому что есть дети, которые хотят очень-очень-очень много разного, а есть дети, которые хотят поглубже и поменьше. И поэтому каждый из наших преподавателей готовит и короткие курсы, и длинные курсы. У детей есть возможность взять много коротких или поменьше длинных и так далее. У подростков немножко другая история. У них в смысле образовательных курсов курсы обязательные, но совершенно потрясающие лекторы точно не будет скучно. И еще раз, конечно, я уверена, что вы сами понимаете, что это не университетского уровня лекции, где сложил ручки ровненько или записываешь, совершенно покрываясь потом быстро за лектором. Это все абсолютно интерактивная история в игровой форме. Я бы хотела Юлю попросить немножко рассказать про математику, если можно. Да, конечно. Всем добрый вечер. Меня зовут Юля. Я была главным математиком на смене в Штатах в прошлом году. А вообще я еще дизайнер и керамистка. Ну и дизайнер, собственно, тоже преподавала в Марабу. Ну и как у нас работает математика? В самом начале смены мы берем всех детей, обычно бьем на две группы, чтобы было попроще, и проводим им игру математическую с очень сложными задачами, после которой мы понимаем, кто из детей что умеет или не умеет, или не хочет, или не любит. И после этого мы бьем детей на группы, так же, как сказала Женя. Мы их бьем не обязательно по возрасту, не обязательно, не знаю, по классу, цвету глаз и волос. Мы их бьем так, как нам кажется, им будет агоничнее. Если мы видим детей, которые математику не любят, мы их отправим в группу, где они будут заниматься чем-то, не знаю, рисовать, делать что-то руками, а в конце занятия они удивительно узнают, что это математика, им это понравится, и, может быть, дальше они математикой заинтересуются. Или если это дети, которые, не знаю, дома занимаются программированием, любят физику, и папа у них вообще закончил матмех, то им, наверное, интересно послушать что-то, не знаю, про начало матанализа, собственно, как у нас было в Штатах, или, не знаю, вообще 100 пар математики в день. Конечно, пожалуйста, если так можно сделать, у нас есть лекторы, которые могут это сделать. В Штатах, например, у нас была сильная математика, одна группа, в которой было, не знаю, 6 человек, и они усердно каждый день занимались этими началами матанализа, а остальные преподаватели приходили, удивлялись, уходили назад. Была группа, в которой мы в основном играли в какие-то математические игры, смотрели, как работает математика на плоскости, какая-то там планарная геометрия и прочее. Была группа, где мы там, не знаю, много рисовали. Была прекрасная группа, где пытались рассказывать что-то про топологию детям. Наш преподаватель, я помню, попросил нас купить ему бейглы, чтобы дети их порезали. Там есть, не знаю, такая шутка математическая, что бейгл можно порезать так, чтобы он вот двумя такими кусочками остался. В Штатах было очень тяжело найти непорезанные бейглы. И важно понимать, мы здесь, наверное, многие, не знаю, выросли в России, и, может быть, кто-то знает, как выглядят российские математические лагеря. Я отлично знаю, я выросла в питерской математической тусовке. Я была и в лагере ЮМШа, и в лагере 239, и в лагере Фракталы, и где угодно. Честно говоря, в российских математических лагерях детям, точнее взрослым, не особо важно, как дети себя чувствуют и как вам вообще эта математика. Главное, чтобы решали, ну и всё. У нас, не знаю, главное, чтобы детям было интересно. Не обязательно, не знаю, чтобы они вышли из лагеря, зная, не знаю, дискриминанты, как выглядят графики каких-то формул, им просто нужно, чтобы им понравилось. Это наша основная цель. Поэтому, собственно, мы создаём группы, исходя из знаний, а не из возраста. Наверное, так. Если есть какие-то вопросы, Женя, я готова ответить. Давайте потом вопрос. Спасибо большое, Юль. Я немножко уже рассказала про то, что вот у нас будут разные программы. У нас совершенно суперская вожатская программа. И в детском лагере я бы хотела, чтобы Алиса совсем чуть-чуть рассказала, немножко раскрыла какие-то тайны там про то, в чём эта программа будет состоять. Спасибо. Отлично. Всем привет. Меня зовут Алиса. Я буду работать, так скажем, главой команды вожатской в этом году на всех трёх детских сменах. Как у нас готовится программа, у нас есть три абсолютно разные смены, какие-то лекции пересекаются, но в целом так вышло, что на каждую смену образуется немножечко своя разная тематика. И в зависимости от этой тематики вожатые готовят и игры, то есть игры в течение всего лагеря, игры, которые, то есть всё, что мы делаем на вечерних мероприятиях, на мастер-классах, если так можно сказать. Мы стараемся вместе с лекторами быть на одной волне, чтобы лекции не были отдельно, то есть вожатская программа отдельно, лекторы отдельно. Мы стараемся это не делать. Мы хотим, чтобы это всё было вместе. И когда дети выходили из лагеря, у них это всё было таким одним связующим звеном, где всё связано, это всё какое-то одно такое целое. Они взяли это от лагеря. И, соответственно, у нас есть игры, которые мы делаем вместе с лекторами. Есть лекторы, которые очень хотят участвовать вместе с нами, помогать нам что-то сделать. И мы с удовольствием это приветствуем и делаем всё вместе. Также есть вечерние, например, мероприятия или мастерские, которые направлены, так скажем, на разноплановость детей. То есть есть дети, которые больше любят спортивную активность, есть дети, которые любят больше творчества. То есть кто-то, кто приехал исключительно за знаниями, и даже когда заканчиваются лекции, детям это всё равно нужно. Поэтому их свободное время от лекций можно разделить на три разные части. И каждый может проявить себя так, как ему комфортно. И команда вожатых на каждую смену, она выглядит очень интересно, потому что есть такие вожатые более активные, которые хотят по всему участвовать, не хотят что-то придумывать. Есть вожатые, которые более спокойные. И вот, как говорится, экстраверты, интроверты. И вот как вожатые, так и дети. То есть ребёнок может найти себе вожатого по духу, если так можно сказать. Стараемся это всё делать по-разному, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя максимально комфортно, уютно и, самое главное, безопасно, как морально, так и физически в рамках нашего лагеря. Спасибо большое, Алиса. Да, вот это я забыла сказать, что важно действительно. Мы думаем о том, что люди очень разные. И одна из наших задач, чисто человеческих, показать детям, что люди бывают разные. И у нас поэтому взрослые очень разные. И это здорово, что есть возможность детям посмотреть на разных взрослых, а, честно говоря, взрослым посмотреть на разных детей тоже. Вот. А Маруся, старшая вожатая подросткового лагеря, расскажет нам немножко о том, что будет в подростковом лагере в смысле вожатской программы. Потому что я, честно говоря, думаю, что не нужно сильно много мне рассказывать вам про лектора, потому что абсолютно всё есть на сайте. Правда. И там чётко понятно, какие лекторы с какими программами будут на какой смене. Вот. Маруся. Добрый вечер, утро. Я не знаю, где вы находитесь. Меня зовут Маруся. Я еду старшей вожатой в подростковый лагерь. У нас будет две смены. Это науки о человеке. И первая смена – это эмоции. И вообще эволюция эмоций. Вторая – это смена, связанная со временем. Мне кажется, что многое из того, что сказала Алиса, сейчас я соглашусь. Потому что мы действительно подбираем и команду очень разных вожатых. И в том числе хочется, чтобы у подростков получился такой целостный опыт интеллектуального, эмоционального, физического какого-то такого насыщенного времяпрепровождения, где есть место обучению, отдыху, игре. У нас есть задумка предложить подросткам осмыслить как-то творчески и тот опыт, которые они получают, те знания, которые они получают на образовательной части, на лекциях. Соответственно, точно мы имеем в виду, что хочется интегрировать знания, которые они получают в свою жизнь, в свое понимание этого мира. И, может быть, что-то создать. Здесь, может быть, это будет перформанс, может быть, это будет инсталляция, может быть, это будет, не знаю, может, мы сделаем конференцию, такой подростковый TED. Есть идея спросить у подростков, что они сами хотят. Для нас важно дать им возможность выбрать и учитывать их интересы для того, чтобы что-то создавать вместе. Мы будем предлагать разные активности, которые позволяют, с одной стороны, переключиться и отдохнуть, с другой стороны, помочь осмыслить, как-то там что-то создать, вдохновившись знаниями, полученными на лекциях. В общем, хочется и двигаться, с одной стороны, с другой стороны, отдыхать, делать что-то руками, обсуждать, дискутировать, поднимать какие-то вопросы интересующие подростков, предлагать разные формы. Да, для такого осмысления могу поделиться одной такой задумкой, которая у нас есть, мы хотели бы создать, здесь еще присутствует Лиза, директор подросткового лагеря, и мы с вожатами и с Лизой вместе уже там планируем, не хочется раскрывать всех секретов, думаем сделать, может быть, кинофестиваль. Такой это формат, где точно есть возможность поучаствовать каждому, в смысле, в зависимости от интереса, не знаю, можно быть писать сценарии, можно быть оператором, а можно играть. В общем, есть такая задумка, мы предложим, может быть, получится, но будем прислушиваться к пожеланиям подростков. Лиза или Женя, если что-то, да, Алиса, вот если что-то хочется добавить или спросить еще? Да, Алиса, говори. Просто, да, Маруся начала говорить про подход к подросткам, и я хотела сказать такую вещь, то есть, возможно, она не для всех здесь очевидна. На младшей смене в Мурабу есть такая вещь, как большая игра, и то есть, если подростки, они уже такие, они уже более взрослые, им интересны какие-то темы на поговорить и так далее, да, то с детьми мы еще чуть-чуть остаемся в каком-то детском состоянии, мы делаем для них игру, которая идет с первого до последнего дня, и это игра, в которую они включаются, и на разных сменах это абсолютные игры. То есть, если, например, на данный момент планируется, например, первая смена, это что-то связано с мифами Древней Греции, викингами, то есть, это какая-то такая вот древняя мифология и разные цивилизации. На второй смене там у нас появляются уже искусственные интеллекты, там разные формы языков и так далее, то есть, мы из этого делаем абсолютно другую концепцию. На третьей смене уже придуманы, в зависимости от тех тем, которые дают лекторы, у нас уже вырисовалось в Средневековье вместе со всеми вытекающими прелестями того времени, то есть, берем там битвы с драконами и прочее-прочее, и интересно то, что на всех трех сменах это абсолютно разные игры, и плюс здорово то, что мы, несмотря на то, что лагерь образовательный, да, в первую очередь дети приезжают сюда получать знания, что они все равно остаются немножко в каком-то волшебстве, в какой-то игре, в которую они играют в первого по последний день. Вот да, спасибо, Алис, как раз ты сказала, что мы намеренно никогда не называли лагерь школой, да, это все-таки, то есть, ну, несмотря на то, что если вы посмотрите на наше расписание, кажется, что оно такое прям четкое у детей, нет свободного времени, мы очень стараемся и уверены, что во всех процессах они получают удовольствие. То есть, ну, грубо говоря, да, на детском языке и лекции, и вожатская программа, и какое-то свободное время, это все в кайф, и нам очень важно эту традицию, тенденцию сохранять. Как бы и говорят, наша возвратность, да, больше 60% говорит о том, что обычно у нас это получается. То есть, дети обычно возвращаются, и эта возвратность всего 60, да, не больше, в огромной причине, потому что дети вырастают. И они в какой-то момент просто по возрасту уже не могут к нам приезжать. Надо, кстати, сказать, что мы впервые проводим вот так совсем на одной площадке детский и подростковый лагерь. Они не будут между собой соприкасаться на daily basis, то есть на постоянном, да, уровне. Но мы думаем о возможности, о том, что, например, если у подростков будет какой-то перформанс, им очень повезло, что у них есть целый лагерь зрителей возможных. Аудитория, да. Да-да-да, и это, в общем, крутая история, что вот, ну, посмотреть, вот посмотрите, значит, вот как живет другой лагерь. Но мы их кормим в разных помещениях. Вот я как раз сейчас расскажу, почему Эстония, да. У них абсолютно разная команда. Естественно, они там могут как-то встречаться на улице, но там у них разные даже аудитории для занятий. Почему Эстония? Дело в том, что мы довольно много раньше, да, проводили лагеря в Европе. Это была Венгрия, Сербия, там в самом начале Чехии и так далее. Но есть несколько минусов. Во-первых, совершенно фантастически выросли цены в Европе. В Эстонии мы нашли место, которое дало нам возможность сохранить нашу цену и дать возможность родителям, да, отправить детей. У нас тут очень хорошая большая территория, и вокруг нет ничего. В смысле того, что здесь вокруг в пешей доступности, да, практически нету никаких жилых домов. То есть здесь лес, пруд и так далее. У нас на территории, если вопрос, да, там будет там про клещей сразу и так далее, абсолютно косится трава, мы будем осматривать детей. И еще вопрос в том, что были несколько лет подряд очень жаркое лето в Европе, в Венгрии и так далее. И действительно, когда на улице больше 30 градусов, никаких лекций говорить невозможно. То есть невозможно сидеть в помещении, да, слушать лекции в такую жару. Мы надеемся, что в Эстонии такой ужасной жары не будет. Собственно, и поэтому в Эстонии мы будем жить, вот, значит, у нас есть коттеджи, в которых будут жить и дети, и подростки. Мы не перемешиваем детей и подростков. У нас отдельные коттеджи детские отдельно подростковые. Естественно, ни в каких комнатах мы не перемешиваем детей по полу. Значит, 3-4 человека в комнате. В каждом коттедже есть вожатская комната. Ну, то есть дети не останутся одни совершенно точно, значит, ни в какое время. У нас 5-разовое питание. Обязательно в анкетах указывайте, какие есть пищевые предпочтения. Мы очень постараемся все учесть. Мы спрашиваем, кто из лекторов готов проводить занятия на свежем воздухе, потому что, ну, это здорово, там отличная природа. У нас соотношение взрослых и детей в детском лагере вообще один к двум, подростком чуть-чуть поменьше. То есть, ну, вот очень много взрослых, которые постоянно находятся в доступе для детей. Обязательно есть психолог и медик. Психолог у каждого лагеря свой. И мы выдаем смартфоны детям на час в день. То есть вопрос в том, что если вдруг вы не можете, ну, вам нужно, необходимо совершенно как-то проконтактировать с ребенком, совершенно это не проблема. Мы во всех социальных сетях, у нас будет группа в Фейсбуке, закрытая для родителей, у нас везде прямо первым прикрепленным сообщением вывешены мобильные телефоны и социальные сети директора, старших вожатых, медика и психолога. И всегда можно найти быстро взрослого, который географически вашего ребенка в лагере найдет и там поможет вам с ним связаться. По поводу правил. У нас очень мало правил, они довольно четкие. То есть, ну, мы довольно строго просим их соблюдать. Да, главное правило в лагере – это то, что ребенок никогда, ни при каких обстоятельствах, кроме запланированной истории со взрослыми, не выходит за территорию один. То есть, ну, вот мы очень четко про это детям рассказываем. Мы очень просим детей, если очень хочется куда-то выйти, попросить вожатого, чтобы с ним погуляли. Это можно, но вот история про то, что ты куда-то один ушел, она совершенно невозможна. Что у нас еще не разрешено? Вот из таких не до конца очевидных вещей, может быть, для всех, да, мы не разрешаем детям ходить в гости друг к другу в комнату. Это обусловлено тем, что это сохранение границ, потому что нам кажется, что не каждый сосед найдет в себе силы рассказать, что я бы хотел побыть один, и я не очень бы хотел, чтобы у нас были гости. Во-первых, а во-вторых, в некоторых странах существует прям законодательная история про то, что действительно вот в лагерях в гости ходить нельзя. Ну, мы, понятно, да, объясняем детям, что любые конфликты нужно разрешать словами. Мы много рассказываем детям, да, как добраться до психолога или вожатого и так далее, если надо помочь какие-то конфликты разрулить. У нас на территории есть пруд, мы в нем не купаемся, но у нас на территории есть отдельное здание с таким аквакомплексом, где есть джакузи, небольшой бассейн и даже горка, и туда мы будем водить детей и подростков небольшими группами, естественно, под присмотром большого количества, достаточного количества взрослых. Собственно, мы, правда, очень серьезно думаем о безопасности, мы предупредим детей, что в случае вообще любого вопроса и каких-то вещей, которые их как-то тревожат, то есть нельзя, например, ночью выходить из своих комнат после отбоя и до подъема, но, естественно, это не касается похода к врачу или к психологу. Если есть, не дай бог, какая-то физическая боль или душевная боль, все дети будут знать, куда пойти и как ее преодолеть. Собственно, вот все, что вы видите на презентации, это преимущество Марабу, тут все понятно, да, я уже сказала и про уникальную программу, что мы действительно очень ищем лекторов, которые рассказывают что-то интересное, которые совершенно живут вообще своей специальностью. Мы очень уважаем право детей быть собой, причем, ну, правда, мы действительно очень хорошо относимся к детям, и мы понимаем, что дети бывают очень разные, у нас у всех большой опыт общения с детьми и конфликтов на уровне ребенок-взрослый, я не знаю, чтобы в лагере такие конфликты были, мы, в общем, на самом деле об этом очень сильно заботимся. Дальше это просто такие цитаты Сережи Кузнецова, не буду ее читать, все сами прочитайте, кто хочет. Еще раз хочу сказать, да, что огромное количество информации о наших программах есть на сайте, там вот прям все про лекторов можно узнать, любые вопросы можно задать с сайта. У нас вторая детская программа абсолютно набрана, в ней уже есть лист ожидания, есть места поменьше на первую, побольше на третью смену, и по поводу подростков, у нас есть места на вторую, не очень много, реально совсем там 3-4 места максимум у нас есть подростковых. Хочу еще раз напомнить, может, кто не слышал, пожалуйста, расскажите своим детям заранее, поговорите с ними о том, что это образовательный лагерь, истории про то, что дети приезжают к нам отдыхать, валяться с телефоном и так далее, довольно грустные. И да, и то, что мы забираем телефоны на целый день и выдаем им детям на час, меня тоже, когда я про это узнала, в общем, я немножко удивилась. Надо сказать, что я была потрясена тем, как дети спокойно к этому относятся, ну, совершенно для них это органично. Более того, иногда, когда вожатые в телефонное время предлагают всякие активности, дети телефоны даже не берут. Что, в общем, несколько напрягает родителей, которые по ним скучают, но я, как родителю, у которого старший ребенок и младший много ездили в лагеря, реально понимаю, чем реже дети звонят из лагеря, тем им кайфовы. Поэтому, в общем, к этому у меня нет никаких предубеждений. Собственно, вот, да, у нас есть менеджеры, которые готовы будут ответить на вопросы. Нам важно, чтобы у детей горели глаза, им было интересно, и чтобы они совершили какие-то открытия. Это не обязательно должно быть научное открытие, да, они могут быть эмоциональные. И вот, как бы, главное, о чем я разговариваю с лекторами, когда, да, приглашаю их у нас читать какие-то лекции, я им все время говорю, дорогие друзья, это не должна быть просто информация, это должен быть повод для рефлексии. Дети должны иметь возможность о чем-то подумать о том, после того, как они какую-то информацию слышали, и чтобы им было о чем поговорить друг с другом. Собственно, я, наверное, все рассказала. Я пойду сейчас открою чат по поводу возрастной границы между лагерями. Значит, вообще граница 15-ти, ну вот ровно до 18 лет мы берем подростков, в 14 с половиной ребенок как раз может выбрать, когда, в какой лагерь он едет. Я довольно мало встречала детей, которые в 14 с половиной выбирают детский лагерь, а не подростковый, потому что подростков позже под бой, и вы понимаете, что это является, конечно, фантастическим преимуществом. Но иногда они таки выбирают, потому что они на прошлых сменах подружились очень близко с какими-то ребятами, и ребята оказались младше. И тогда они едут в лагерь, который помладше. Если ребенку 15 лет исполнилось, возможности поехать в детский лагерь у него нет. Мы считаем, что у них разные интересы. Более того, нам кажется, что в 15 лет, вот с 15 лет уже очень важна всякая профориентация и так далее, и у нас немножко по-другому подобны лекции в подростковом лагере, для того, чтобы ребята не только узнавали новое, а как-то примеривались к каким-то специальностям возможным, которые могут их ждать в будущем. Вроде на вопрос ответила. Готовы еще? Можно в чат писать вопросы. Можно посмотреть записание. У нас совершенно точно расписание есть в договоре. Можно написать нам на инфо собакамработ.клаб. Мы пришлем расписание. Я, честно говоря, по-моему, оно было на сайте тоже. Но расписание следующее обычно. То есть стандартно у нас, у детей две лекции до обеда, две после обеда, потом вожатское время. Если на момент смены исполнится ровно 14, записывается в детский лагерь. Там будет органичнее, на мой взгляд. Да, потому что до 14,5 мы подростковый тоже не берем. Ну, потому что там немножко другая история. У нас можно посоветоваться с нашими менеджерами по продажам, они вам расскажут. Это все зависит немножко от смены. Если так получится, что на ту смену, на которую вы захотите записаться, у нас по количеству детей, по демографии будет больше малышей, то мы вам сами посоветуем пойти в подростковый. То есть для нас абсолютно точно первоочередной задачей является защита интересов ребенка. Поэтому если мы поймем, что ребенку 14, а там одни малыши, мы ему скажем, слушайте, мы посмотрели по детям, наверное, вашему лучшему подростковому. И вы тогда уже сами сможете с ребенком решить. Женя, а нужно, наверное, договорить про расписание, что ты начала говорить, что в день... Да-да-да, расписание, две лекции до обеда, две лекции после обеда. Между завтраком и обедом есть еще перекус, который ровно вот между лекциями. Потом вот у нас, да, две лекции. Потом у нас есть еще время для большой игры в детском лагере. И у нас телефонное время до ужина. А после ужина у нас уже большая вожатская программа, свечка. То есть свечка – это такая история, когда дети в небольших группах рассказывают друг другу, как прошел день. Тут еще важно рассказать, что я с таким вот прям встречаю впервые, да. У нас абсолютно вся взрослая команда, включая лекторов и математиков и вожаток и так далее, участвуют в вечерней летучке. И мы обсуждаем каждого ребенка. Ну, то есть не в смысле того, что мы обсуждаем, в какой футболке сегодня был Петя, в каких красотках Коля. Но мы обсуждаем, есть ли у кого-то какие-то вопросы, как сделать так, чтобы этому ребенку было интереснее, спокойнее, органичнее и так далее. Более того, в середине смены, если нам кажется, что есть дети, которые незаметны, то есть по поводу которых ни у кого вопросов не было, мы отдельно как-то пытаемся понять, точно ли у них все хорошо, достаточно ли они увлечены и так далее. То есть про такие вещи мы тоже думаем. Ну, естественно, понятно, что при таком количестве взрослых абсолютно любой ребенок к любому взрослому может подойти и задать любой вопрос. Мы иногда даже объявляем, что сегодня на завтраке можно задавать самые, даже самые неприличные вопросы взрослым. И они почти на все вопросы обязаны будут ответить, кроме каких-то совсем личных. Ну, то есть у нас все эти вот истории, да, мы пытаемся... Да, еще одно, собственно, вот ужин. Между обедом и ужином у нас есть короткий полдень и перед сном мы даем детям. Раньше давали йогурт, и сейчас, наверное, будем давать что-то не сладкое. Ну, в смысле, что-то, во что сахар не добавлен, нам кажется, что так лучше. Но понятно, что мы можем разбираться с безглютеновыми диетами, безмолочными и так далее. Но тут надо понимать, что ребенок сам должен про это знать. То есть предоставить ребенку еду мы предоставим, а вот как бы абсолютно точно гарантировать, что ребенок нигде не найдет глютеновую крошку, с этим может быть сложнее. Вот это по поводу питания, например. Можно я что-нибудь скажу, раз уж все молчат? Я хотела сказать, что меня больше всего поразило, честно говоря, в Мурабу, когда я была там первый раз как, собственно, преподаватель. Это совершенно какое-то удивительное отношение к детским личным границам, физическим. Я такого в России не видела никогда, что, наверное, неудивительно. У нас есть очень-очень жесткие правила насчет того, кто может где находиться рядом с ребенком и так далее. Это не потому что, не знаю, мы боимся, что наши преподаватели что-то, не знаю, с детьми страшно и сделают, а потому что, ну, так детям... Ну, это может быть, не знаю, кого-то тоже может беспокоить, но просто, мне кажется, важно, когда дети чувствуют себя спокойно. Это мне... Мне этого, честно говоря, очень не хватало в лагерях, когда я была единственной девочкой в математическом лагере со всеми преподавателями, мужчинами и так далее, потому что бывали случаи. А в Штатах, например, очень-очень жесткие правила, то есть преподаватель даже не может зайти в общий туалет с кабинками, где находятся дети. То есть мы туда могли ходить только ночью, когда дети спали, и мне кажется, это очень важно, ну, не знаю, родителю, мне кажется, важно это понимать, потому что вашего ребенка точно никто не обидит. Единственный человек, который может находиться рядом с ребенком наедине, это психолог, и то на виду у кого-нибудь еще, например, там, гулять где-нибудь далеко, чтобы его видели, но наедине, да, только психолог. Мне кажется, это важно. Да, мы правда... Причем это не то, что история, что у нас, дай бог, были какие-то там происшествия, которые нас к этому привели. Нет, это история про то, что мы действительно понимаем о том, что мы очень сильно соблюдаем границы. Значит, смотрите, нет, да, Сергей Кузнецов хотел попросить правительства Эстонии пустить в лагерь детей с русским гражданством, и это правда, но в итоге мы посоветовались с огромным количеством наших знакомых и приятелей, которые живут в Эстонии, и поняли, что, к сожалению, сейчас не время для этого. И мы, к огромному нашему сожалению, не можем никак на это повлиять. Если ребенок летит один и развернут на границе современной политической обстановки, это надо обсуждать отдельно со мной, с менеджером по продажам, откуда летит ребенок и так далее, и каким образом мы можем с этим помочь, и, может быть, с кем-то ребенка постараться вместе отправить. К огромному нашему сожалению, да, сейчас такая политическая обстановка, что в Эстонию очень сложно попасть людям, у которых нет других паспортов и так далее. Мы понимаем, что мы здесь ограничиваем наш набор таким образом, но, как я говорила в своем интервью, к огромному моему сожалению, я сама, честно говоря, живу в России, у нас людей, которые живут в России, сейчас такое фантастическое количество страхов, проблем и моральных, и не только, что невозможность попасть в лагерь, к сожалению, не является из них первоочередной. Но мы абсолютно точно будем думать на эту тему. У нас есть планы добавления географических точек лагерей Марабу на следующий год точные, мы прям активно про это говорим, может быть, даже будем пробовать уже с осени. То есть, ну вот у нас внутри команды мы очень сильно переживаем за тех родителей и детей, которые не могут попасть к нам из России. И лично я чувствую большую вину, честно, ну потому что прекрасно понимаю, что это нехорошая история. К сожалению, в которой мы никак не виноваты, но мне от этого не легче совсем. Так что еще раз хочу сказать, что мне можно, я сама лично тоже получаю письма на инфо собакамрабу.club, я получаю, можно писать мне на Jane собакамрабу.club, J-A-N-E. Я готова отвечать на все вопросы, которые вам, может быть, не хочется задавать публично, может быть, что-то вы забыли спросить. Я очень стараюсь, чтобы лагерь, ну, собственно, и детские подростковые были классными. Я уверена, что у нас все получится, правда. Уже у нас получилось весной совершенно суперский месяц с Алисой. Ну, мы там прям, очень было здорово. И я бы очень хотела, чтобы и все, я знаю, я вижу, здесь много лекторов и так далее. Надо сказать, что для того, чтобы детям в лагере было хорошо, важно, чтобы и взрослым было очень хорошо, и вожатым было хорошо, и математикам было хорошо, потому что, ну, как бы, да, дети же видят вот всю эту историю про то, что все относятся друг к другу по-человечески. И, на мой взгляд, это одна из самых важных вещей, которые есть в мрабу. Помимо знаний, помимо дружбы между детьми, они видят о том, что огромное количество достойных взрослых находится среди них или они среди детей, да. И у этих взрослых отличные, уважительные отношения, дружеские, прекрасные, но при этом соблюдающие границы. И это прямо является тоже одной из моих задач – показать детям, как важно классно и здорово общаться. Так что большое вам спасибо, что вы все пришли нас послушать. Записывайтесь в лагеря, мы откроем, ну, то есть уже известны даты осенней смены. У нас будет во Франции точно, скорее всего, где-то еще. Вот, так что, да, подправляйте нам своих детей, мы будем их любить, о них заботиться, и вообще все будет отлично, я уверена. Как-то мы должны сделать так, чтобы наши дети росли в более позитивном мире. И я уверена, что они справятся. О, вопрос. Я вижу руку. Да, здравствуйте все. А можно вопрос? Я просто позже чуть присоединюсь к суббитанию. А про даты осенней смены, которые во Франции, которые уже известны, можете назвать? Да, сейчас я открою календарь, значит, они, по-моему, до 29-го. Вот неделя, заканчивающаяся 29-м или 28-м октября, вот эта неделя. Спасибо. Мы смотрели, прямо у нас есть отличный администратор, совершенно потрясающий, который будет с нами в лагере. Он сделал огромную таблицу со всеми европейскими каникулами. Мы просто посмотрели вот эту неделю, которая больше всего пересекается. Европейские каникулы. Да, да. Спасибо. Мы, наверное, сделаем, если мы поймем, что российские каникулы в другое время, возможно, мы сделаем безвизовый в стране лагерь для российских детей. Ну, то есть мы это активно обсуждаем между собой. Не могу пока этого точно обещать, но очень стараемся. Алиса, я вижу твою руку. Да. А, все, опускаю. Нет, на самом деле, пока все просто молчали, я подумала о том, что классно добавить к тому, что ты сказала, потому что ты говорила, что очень такое индивидуальное отношение к детям. И я столкнулась с этим во время весенней смены, когда вот, правда, обсуждение детей не на уровне, кто в чем пришел. Просто у меня опыт в детских лагерях достаточно в разных большой. И вот, наверное, Мурабу – это первый лагерь, в котором как-то прямо очень-очень бережное отношение. И вот по вечерам, да, то есть когда лектор, каждый лектор рассказывает о том, как у него прошла лекция, он прям говорит, вот этот ребенок давал такие интересные ответы, вот это тот-то. Например, там, кто-то все там четыре дня молчал и сегодня выдал такую интересную вещь. И то есть потом в конце смены есть вечер, когда мы садимся всеми лекторами, всеми вожатыми, мы подписываем грамоты для каждого ребенка и пишем прямо, за что он получает грамоту. Мы вспоминаем все, что было в течение смены связано с этим ребенком. И то есть настолько, вот, наверное, это индивидуальная, правда, история к каждому. И она не такая индивидуальная на уровне, что, ну, как бы что, ну, это ребенок-ребенок, да, а вот именно в каком-то таком подходе, который, если что-то не так, то мы прямо сейчас, здесь и сейчас думаем о том, как мы можем, ну, что-то исправить, что-то подкорректировать, да, то есть мы выходим со свечки, и где не просто, да, мы спрашиваем там тоже детей, так скажем, ну, что там, как у тебя дела? И он такой, все вкусно, вожатый классный, да, конец. То есть на каждую свечку задается какой-то вопрос, по которому ребенок может более развернуто, да, порефиксировать о том, как прошел его день, и мы можем понять, что, как сказать, как ему было, что мы можем поменять и изменить, и мы над этим работаем прям сразу в процессе. И вот очень такой важный момент, как сказала Женя, что если интересно нам, то интересно им. Вот, например, сейчас мы делаем вожатскую программу, и каждый раз, когда у нас где-то затык, я задаю вопрос, вот вы сами кайфуете от того, что мы сейчас сделали? Если да, офигенно. Если нет, ну, если не кайфанем мы, значит, не кайфанут дети. И, соответственно, вот когда ты сначала думаешь о том, что мне в этом классно будет, то есть если да, то да, если нет, то нафиг это все, делаем заново. Вот, и что касается телефонов, это вообще удивительно, потому что сначала кажется, что час в день, и правда есть дети, которым тяжело, и, соответственно, мы тоже их как бы не абсолютно изолируем от этого. Если ребенок чувствует, что нужно прямо сейчас поговорить с мамой, да, то есть он говорит с психологом, и как бы есть коллективное решение, что да, этому ребенку нужно как бы там чаще пользоваться телефоном для связи с родителями и так далее, или просто для какого-то успокоения. То есть если вдруг, там, например, у нас бывают сюрпризы, когда ребенок приезжает и не знает о том, что вот он только в первый день узнает, что в лагере без телефона, и, соответственно, тоже думает, ну, мы думаем о том, как его мягко интегрировать, да, вот в это правило, о котором он только узнал. Но в целом дети как будто они сначала у них такое, ну, всего на час. Ну, знаете, как-то бывает, ой, мне это не разрешают, трагедия. Проходит два дня, он уже берет телефон, он звонит маме, все, он уже открыл ТикТок, он там все посмотрел, написал друзьям, все. И тут мы видим эти глаза, которые не знают, чем себя занять, и в этот момент, ну, мы к ним подключаемся, да, если это полное время для ребенка, хочешь, то есть быть в телефоне, это твое время. Но если нет, то мы тоже здесь. И, как показывает практика, детям, правда, этот телефон не нужен, они с большим удовольствием идут играть в шахматы, в настолки, ну, вообще там, в админтон на улице, то есть что угодно, но не сидеть одному в телефоне, это интересное такое наблюдение. Мне кажется, это тоже показатель классной атмосферы лагеря, когда ребенок не хочет в свой телефон, в принципе, залазить. Вопрос про распределение по комнатам. Значит, мы изначально, конечно, распределяем детей по комнатам, ну, понятно, по полу и по возрасту. Значит, мы стараемся друзей и сиблингов не селить в одних комнатах, потому что нам хочется, чтобы они больше людей узнали. Абсолютно точно бывают переезды. Мы делаем распределение по комнатам вместе с психологом. У нас, ну, как бы, если мы знаем что-то о ребенке из анкеты, которую мы просим заполнять родителей, естественно, мы это учитываем. А по поводу комфортно жить, очень много переездов. Это вообще не проблема, это все решается с вожатым и психологом. Единственное, что, конечно, по поводу переезда, ну, дети, вы не представляете вообще, какой уровень дипломатизма они демонстрируют. Ну, просто. То есть в какой-то момент весной к нам пришли дети, которые хотели поменяться, и, по-моему, к тому времени, как они к нам пришли, они с девятью людьми уже привели переговоры, привели их всех с собой, и схему того, кто куда переселяется, они нам выдали готовую чуть ли не на бумажку. Они еще написали там все свои обещания. Да-да-да, и мы такими гордимся, что они так могут. Но если они не до конца, на 100% справляемся, абсолютно точно, да, переселяться можно, и, конечно, такое часто бывает. Это нормальная история, это, в конце концов, не купе в поезде. И да, мы с этим помогаем, и это абсолютно в рамках нормальной работы лагеря происходит, конечно. Женя вспомнила переезды, и я хотела еще сказать, я вспомнила время ковида, когда мы были в Штатах, и у нас там раз в смену происходила вспышка, и половина детей были изолированы примерно в другой части лагеря, и половина вожатых там же, и половина лекторов там же. И очень забавно, что мы как-то наш внутренний, вот этот здоровый нековидный лагерь там переделывали, чтобы все было хорошо, а про тот, ну, мы еще не успели про это подумать, но в этот момент уже дети договорились со всеми преподами, что они будут им читать лекции, потому что они тоже болеют, они там могут сидеть в своей маленькой конуре, значит, обсуждать свою математику, и они были так рады, что они целый день могут заниматься математикой, вот этим единственным математиком, который заболел. Я была очень прижима. Мне очень понравилось, как дети умеют самоорганизовываться, да. В любой ситуации, ну и лагерь, конечно, тоже под это подстраивается, и вот этот ковид был совершенно невероятным. Каждый день там проверяли детей, каждый день проверяли себя, там чуть ли не два раза в день, и вот эти вот, да, ковидные лекции, это было вообще очень классно, мне кажется. Математик выжил, я вижу вопрос, значит, потому что математику тоже было гораздо комфортнее болеть вместе с детьми, занимаясь своей любимой математикой, чем лежать, смотреть потолок. Но это была супер история, действительно, когда ковидная часть лагеря, у них был свой отдельный лагерь со своими ковидными лекторами, своими ковидными математиками. Мы очень надеемся, конечно, что в этом году никакого ковида нас не покосит, но у нас есть медик, мы, ну, то есть это как бы совершенно, мы вот как раз сейчас обсуждаем вопрос аптечки, и вы не представляете себе ее размеры, она впечатляет. Значит, мы абсолютно точно информируем родителей, не дай бог, о любых медицинских вопросах, связанных с детьми, и, ну, как бы ничего своего не решаем, но у нас медик с сертификатом эстонским по оказанию первой помощи, с опытом работы в лагерях, ну, то есть, понятно, а тут уж, поскольку это все дети, действительно, да, кто-то что-то может упасть, удариться и так далее, ну, у кого-то могут быть сопли, кашель, дай бог, чтобы ничего этого не было, но понятно, что застраховаться мы от этого не можем. Все, что касается, ну, вот, медицинских вещей, мы за этим следим, да, и мы будем каждый вечер осматривать детей на клещей, несмотря на то, что эта зона не является критичной по энцефалиту и вообще по огромному, ну, по количеству клещей. Вообще Эстония, в Эстонии клещей довольно много, но конкретно в этом месте вообще, и еще благодаря тому, что там косят, должна быть с этим хорошая обстановка. Я бы хотела сказать огромное спасибо коллегам, которые меня поддержали, большое спасибо и Марусе, и Лизе, Алисе, и Юле, и огромное количество лекторов, я вижу Соню Гаврилову, которая прямо с камерой, за что отдельно спасибо, и многих других, и вижу кучу всяких известных и приятных имен. Спасибо вам большое, приезжайте к нам в рабу, дети будут у нас довольны, приедут и удивят вас всякими разными крутыми штуками, которые у нас узнали, и тем, что они повзрослели, стали более свободными внутренне, но при этом более осознанными, более уверенными в себе, тоже вас удивят. Мы очень постараемся, чтобы так было. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо, Женя. Спасибо. Спасибо.